И снова Рождество у христиан восточного обряда Сочельник. Сегодня последний день рождественского поста, поэтому все блюда должны быть постными. Празднества начинаются с появлением на небе первой звезды. Подробнее о традициях этого вечера в следующем материале. Накануне Рождества Татьяна Зверуха с самого утра на кухне. Она не стремится приготовить именно 12 традиционных блюд. Говорит, главное, все должно быть вкусно. Одно из блюд, которое Татьяна решила подать на праздничный стол – картопляники с грибами. Картошка рассказывает, в этом году уродила хорошее, да и грибов насобирали прилично. Пока хозяйка готовит ингредиенты, ее муж подбрасывает дрова в печь, чтобы хорошенько прогрелась. Помочь Татьяне приходят родные. Галина родом из Смоленской области. Рассказывает рождественские традиции, больше соблюдают люди старшего поколения. Святый вечер перед Рождеством. Сверхотовала и вареники, и компоты, и консервация была, и пирожки. Оригинальное постное блюдо на столе – тыквенное фри. Но главное, конечно же, кутья. Когда еще варили, меду не было, то варили. Узварки не любят маку. Это нет без маку. Стол застилают сеном, сверху покрывают скатертью. В центре – кутья. Здесь же запеченная рыба, селедка, вареники с разной начинкой. Спиртного в этот день нет. Хозяйка благословляет стол, хозяин поет калятку. Свои традиции в семье Валентины Базилюк из села Алишин Хмельницкой области. Вот этот глиняный горшок достают раз в год. Только в нем хозяйка растирает мак для кути. Женщина уверена, накормить гостей сытно и вкусно можно и без мяса. Голубчики с кислой капусточки, с пылесточков. И начинка может быть с гречкой, приправа с морковкой, с сибулькой. И обовязково писненькою оленькою может быть зажарена. Налиснички с грибочками. Обовязково на столе может быть печена рыба. Как только на небе загорится первая звезда, появляется хозяин дома. Заносит дидух. Дидух символизирует продолжение рода людского. Он обычно стоит от рыба до вода хряща, а также символизирует здоровье, мир, зла, добро в этой поселии. Во имя Отца и Сына и Святого. Дух. Аминь. Перед трапезой обязательно молитва. После этого можно пробовать все, что приготовила хозяйка. А уже завтра с самого утра будут ждать калядников. Андрей Кровец, Лариса Светловская, Тарас Тарасов, Александра Фетисова, Андрей Гнатюк. Подробности телеканал Интер.